В Большом зале Дома художника в очередной раз открывают молодых авторов. Областной смотр проводится здесь каждые два года. Но со временем бейнале молодежного современного искусства теряет цвет. И дело здесь вовсе не в красках. Наверное, теряется школа, теряется вообще желание молодых вообще что-то делать. Но больше, наверное, переключились на компьютер, руками как-то меньше делают. В основном участниками выставки становятся выпускники и студенты художественных училищ Текстильной архитектурной академии. На этот раз представлено около ста работ, сорока художников области. В прошлые времена, допустим, когда мы были молодыми, здесь творилось вообще что-то невероятное. Этого зала не хватало. Помню, даже были молодежные выставки, которые проходили в этом зале. И параллельно мы занимали весь художественный музей. Это было не то, что там сотни молодых художников сюда приходили. И форматы работ были огромные просто. Это метровые форматы, очень смелые такие. Но раньше было более активно. Живопись, графика, книжные иллюстрации от классического реализма до яркой и пестрой абстракции. Работы, по словам посетителей, радуют глаз, но все равно в них не хватает идейной свежести. Пожалуй, самыми смелыми в творчестве остаются студенты кафедры текстильного дизайна. Этот добрый моряк Анатолий – действительно существующий персонаж. Однажды, увидев его на улице, художница решила, что обязательно познакомится с ним. Теперь моряк стал лучшим другом. У нас только был интересный типаж, что я не могла ни познакомиться, ни подойти, ни сфотографировать его лицо. Это был уже взрослый мужчина, который действительно был моряком, ходил в плавание. У него были очень такие большие руки, потому что мне захотелось нарисовать, изобразить их в своей графике. На создание коллекции «Туник» Марию Михайлову вдохновляли образы природы – солнца, море и небо. Яркость и насыщенность цвета характерны и для ее абстракции 8 апреля. Еще есть название одно – человек, который запутался, но верит в светлое будущее. Заботался, потому что, видите, она такая запутанная. А верит в светлое будущее, потому что цвета яркие. Молодые художники сейчас убеждены, что заработать на хлеб с маслом от продажи картин можно. Главное – преодолеть самолюбование и постоянно искать себя. Ни в коем случае нельзя бить себя по груди и кричать «Да, я на все способна, я все могу, все умею». В любой ситуации, в любой работе есть период сомнений. И без сомнений, мне кажется, художника не будет. Как обещают организаторы, после завершения экспозиции самые яркие участники выставки получат поощрительные дипломы. Хотя для многих авторов выставляться в доме художника – уже большое достижение. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.